В день здесь шьют 600 костюмов и 200 брюк. Это при том, что швейная фабрика работает в полсилы. Подзатянуть пояса пришлось еще во времена кризиса 2010-го. Но несмотря на это, краснодарская швейная фабрика «Александрия» входит в пятерку крупнейших предприятий легкой промышленности страны по пошиву мужских сорочек и костюмов. Правда, обидно, что 80% всего краснодарского производства зависит от зарубежных иголок, тканей и клея, делятся с губернатором сотрудники фабрики, что особенно чувствуется при нынешнем курсе валют. Поэтому с краевой поддержкой здесь готовы перекроить собственное производство и увеличить объемы хоть завтра. Мы переживали не одно испытание в своей жизни. Были у нас и хорошие времена, сейчас не очень, но все равно люди настроены хорошо. И всегда девчата знают, что надо работать так, чтобы не подвести предприятие. Ваша производство сегодня очень актуально. С учетом санкций, с учетом того, что происходит сегодня в мире, естественно, в нашей стране. И, конечно, я очень надеюсь производство костюмов, другой одежды. Здесь отечественное, кубанское, оно будет дешевле. По качеству, я вижу, вы не вступаете даже таким западным, европейским аналогам. Значит, у вас есть сегодня возможность больше продавать. Я здесь для того, чтобы еще раз убедиться, что вы есть, какие у вас планы. Для меня это очень важно. Какой у вас настрой. И для того, чтобы помочь. Потому что вы представляете сегодня такую отечественную легкую промышленность, которую в последнее время подзабыли. Будем искать меры стимулирования вашего производства, развития его и поддержки. Бывший компрессорный завод «Борец». Когда-то был единственным в стране предприятием с полным циклом производства, выпускающим оборудование для атомной энергетики. В прошлом году завод был на грани разорения. Пришлось искать новых инвесторов. Нынешние собственники рассказывают Александру Ткачеву, что в планах у них приблизиться к советским ударным объемам производства. Тем более, рынок сейчас требует отечественную продукцию. Уже исключить иностранных производителей компрессоров в любой отрасли в нашей стране. Это то, для чего мы приходили сюда, чтобы развиваться, чтобы выпускать новое совершенное оборудование, не отличающееся по показателям надежности наработки от иностранных. Уже сегодня это оборудование можно устанавливать в Газпромах, на Росатоме, Минобороне. Такие предприятия, как компрессорный завод в Краснодаре, в нынешних условиях становятся стратегическими как для экономики края, так и страны, акцентирует внимание губернатор. Ведь импортозамещение не только появление на полках отечественных сыров, колбас или молока, замечает Александр Ткачев. Это еще и станки, на которых все это производится. Мы готовы вытеснить иностранцев с этого рынка более высокопроизводительных машин. Насколько мы будем выгодны по цене? Насколько у нас цена на наши компрессора будет дешевле? С учетом импортозамещения. От 30 до 50 процентов. То есть мы стремимся сейчас выйти на 50 процентов дешевле и чтобы минимум... И импортных аналогов, да? И импортных аналогов, да. Ну это существенная разница. Я думаю, что как раз продукция будет востребована. Развитие технологического промышленного комплекса, на что и делают ставку в регионе, запустит цепную реакцию. Например, когда один компрессорный завод производит механизмы, на которых работают несколько других предприятий. Это подтолкнет вперед смежные отрасли. Поэтому промышленность в регионе на ближайшие годы остается приоритетным направлением, говорит губернатор в разговоре с руководством завода. Последние три года уже опережаем в Ростовскую область по объему промышленного производства. То есть никогда такого не было. То, что компрессорный завод сейчас активно начинает работать, мы видим и мощности, и инженерный, и технический персонал, и технологии совершенно иные. И уверен, что он займет свою нишу. Вы выйдете скоро на мощность еще советского периода. Это будет вклад в промышленное производство. Инвестиции в сегодняшних условиях привлекать сложнее, но именно они – один из главных инструментов развития кубанской экономики. На стройплощадке крупнейшего на юге страны экспоцентра Александр Ткачев замечает, этот проект станет точкой притяжения в Краснодар бизнеса из других регионов. На 50 тысячах квадратных метрах в районе западного обхода планируют целый город событийного туризма. Выставочные павильоны, гостиница, офисные здания. Перспективы развития экономики Кубани губернатор продолжил обсуждать уже на совещании в мэрии. Заполнить ниши в легкой и тяжелой промышленности у региона сегодня есть все возможности, подводит итоги объезда Александр Ткачев. Более того, наладив собственное производство, экономика региона сможет выйти из зоны риска. В этих условиях надо не только выживать, но и надо развиваться. Конечно, период восстановительный, он рано или поздно начнется. Коллеги, кто сегодня включит механизмы, заложит сегодня основы этого роста, то обязательно в 2016-2017 году он получит свои дивиденды. Если сегодня не доложить, если сегодня не активизировать все ресурсы, возможности, то просто мы оставимся опять позади. Эти ниши закроют другие. Ростовчане, волгоградцы, москвичи и так далее. Эту продукцию будут производить другие, но в России. Предприятиям, которые сегодня готовы эту продукцию производить, край будет помогать рублем. Это прописано в антикризисном плане, который накануне утвердил глава региона. Пока в сфере импортозамещения на Кубани работают всего 40 заводов и фабрик, но их число должно значительно увеличиться, уверен Ткачев. Задача сегодняшнего дня власти, региональные, городских, представителей бизнеса всего края, минимизировать потери. Более того, выйти из кризиса более сильными, более устойчивыми. Я утвердил вчера антикризисный план. По его выполнению бюджета Краснодарского края должно быть предусмотрено порядка 7 миллиардов рублей. Основной задачей станет, естественно, активизация экономического роста и, в первую очередь, за счет, конечно, поддержки бизнеса, точной поддержки некоторых отраслей экономики. И, прежде всего, будет оказана господдержка предприятиям, которые работают в сфере импортозамещения. Кризис вечным не будет, сходится во мнениях эксперты, но на выходе из него нужно иметь запас прочности. Например, как у Краснодара. За последний год кубанская столица в рейтинге 250 промышленных городов поднялась с 61-го места на 40-ое.